Эрик, команда еще не приехала, а ты за час уже приехал до сбора. Мне нравится, я пришел прокутаться атмосферой в медийном футболе, почему сзади, если я смотрю так, не стреляю на речку. Прокутаться атмосферой не нравится, заранее сюда приезжать, на стадионе побыть, с кем-то постоять, поболтать, может быть, пофоткаться с кем-нибудь. Поэтому всегда приятно, жду ребят, буду болеть. Ты не как краб, да, сразу к сбору? Это вообще не варик, нет. Я люблю, у меня репутация такая, я сидел заранее. Тяжело со стороны смотреть? Очень, очень, очень тяжело. Мне в целом тяжело вот эта травма далась, потому что после долгого лечения опять травмировался. Со стороны себя тяжело, хочется на поле искать, помогать, помочь кому-нибудь. Какие прогнозы? К третьему зору, да? Я хочу, мой прогноз, ко второму. Ты и сегодня хотел, мне кажется. Долг говорит к третьему, четвертому. Как будто бы это очень долго, но в целом прогресс есть. Я чувствую, что нога намного меньше валибает, поэтому я очень надеюсь, что ко второму туру получится. Целую неделю есть еще. Дэнчик, какими судьбами ты снова на игре МКАПа? Слушай, ну все, аренда закончилась, наконец-то. Вон отпустил меня из рабства. Рома не отпускал все это время, а сейчас Степа ушел. Место вакантное появилось, теперь вместо Степы залетаем. Ну естественно, моя Гупро... Все, это официальное возвращение? Получается так. Домчик, какой прогноз? Прошел изучать соперника по третьему туру. Прогноз? Прогноз? 5-0, в пользу Амкалов. Прям так? Да я хуй знаю, кто там играет вообще. Первый раз эту команду вижу. Я вот поэтому так. Счастлив? Камбэк. Ты скачал по ней? Конечно. Это та самая? Ну вообще надо обновить уже, мне кажется, что-нибудь новое. Это со времен МКС, да? Ну вот, победная. Теперь точно выиграем трофей. Он был наш. А МКС? МКС тоже. Поработаем. Это медийная футбольная лига. 30 апреля 2023 года. Завершение первого тура групповой этапа. Ну что, пока у нас составы команд. Давайте начнем с народной команды. На воротах общенник Владислав Владимирович. Дальше линия защиты Феофилактов. Винниченко, Пабло и Орех. Ну и центральная опорная. И линия пола защиты Морозов-Данил. Он же Мороз. Киселев-Никита. Он же Киса. Бывший игрок команды Броукбойс. Роман Шишкин. Я думаю, всем знакомый это имя. Тем более, кто болел за Спартак Московский. Ну и смотрел матч с участием сборной России. Рыжков Владислав. Бывший игрок. Бывший игрок команды. Все, сбился. Реалити. Совершенно верно. Ну и Вавилов Иван Стронг. Уже о нем Роман, мой коллега, замечательный сказал. Ну и Баженов Никита. Тоже в представлении особо не нуждается легенда. Ну а теперь состав Амкала. И здесь в целом достаточно классический состав. Обратите внимание на то, что в первом официальном матче Карат сразу появляется в стартовом составе. Вместе с Катричем и Чужим по краям. Прокоп Мавлин и Имаев в центре полузащиты. Левшук оттан команды слева. Кузькин справа. И наемник с Гриней. Центральные защитники. Также новичок команды Евгений Малафеев. Или просто Малафей. В стартовом составе он в воротах. Легенда МКС-2, когда он тащил за вылетавший в ГИК вообще из всех девяток все возможные вещи в этой ситуации. Ну что ж, составы известны. И погнали! И как будто бы специально сделали паузу, чтобы мы рассказали несколько тупых историй. Подача! Очень здорово играет Владислав Чельников. Хорошо потрудился. Напомню, что именно у Ильи Шурыгина на спине написано «Наемник». Это ирония. Ну, кстати, футболисты футбольного клуба «Деньги» на третьем МКС как раз... «Наймороз», посмотрим, что ты из этой ситуации придумаешь. Вот так слева будет ли. Ну и здесь сразу же выбивает мяч главы Арсений Левшук. Ну, больно, больно. Мяч тяжеленький, конечно, в такую погоду. Это все прекрасно знают, кто хотя бы раз выходил в дождливую погоду на футбольное поле. Попытка убежать от Васи Маврина через левый фланг. Есть продолжение. Кому? А продолжение между линиями получает Горат. Сейчас мяч и удар будет. И это... Ой-ой-ой-ой! Мяч обошел соперника. Вот здесь очень хорошо было видно, как он... Чуть его так придержал, а потом понял, что от второго подката он не уйдет и вовремя расстался с мячом. Хороший удар Карата. И... Тут только вот уже после мы понимаем, что у него была возможность расстаться с мячом и сделать передачу нахрану. На месте к дате и Кузя. Кузя на дальнюю есть. А там... А там скидка. И хорош. Чельников здесь на месте. Удар для него был максимально простой. И вот он повтор. Скидывал такое ощущение, что то ли картридж... Наконец-то удары пошли. И опасный момент со стороны Амкала прямо сейчас. Я, кстати, не увидел, коснулся ли пальцами вратарь или нет. Или же просто настолько не довел, не докрутил. Да, не докрутил. Отличный момент. Интересно, для Толи Катриджа это важный матч, потому что он все-таки больше играет Динамо. И здесь по другую сторону красно-белый. Все это раздражитель. Мяч остался в поле. А что? А вот с дальним. А вот с дальним ударом. Но все-таки тоже выше. Вот, например, сейчас. Нет. Мяч покинул. Катится, катится, катится. Ой-ой-ой-ой. Ну и Прокоп что-то там начал реагировать. И тут сразу пошло, пошло. Я вообще не понял, зачем это было. Я вообще не понял, зачем это было. Мяч катится, все, конец. Сейчас будет конец первого тайма. Зачем это было делать? Зачем это было делать? Зачем было толкать так откровенно в спину? Тем более, что здесь трава заканчивается. И сразу очень жесткое покрытие в беговых дорожках. Но это свинство. Мяч все еще в игре. Выбивает, да, говорит, ну все, я устал. Хочу любви. Можно, пожалуйста, в раздевалке. Я познакомился с большим футболом. Папа отвез меня на большой футбол. Спартак, Москва, Сатурн. Но давайте посмотрим пока что опасный момент в исполнении народной команды. Удар! Один-ноль! Чего себе начало! Ничего себе начало! И Флэш оправдывает свое прозвище. Он вбежал! Очень хорошо ошибка Амкаловцев была еще вот здесь. Здесь зачем-то Левшук стал поднимать мяч, чтобы его выбить. И потом аккуратно Прутников пасует. И удар чуть выше Малафеева его хватило, чтобы перебросить. Вот смотрите, как изящно сыграл Александр Прутников. И мягенько отпасовал дальше. И здесь не успевает Кузькин. И мокрый газон помогает Флэшу забить первый мяч народной команды в истории медийного. Официальных матчей медийного футбола. Ценным именно он, автор первого гола своей команды. А здесь уже Амкал может придумать что-то интересное. Нет, здесь все-таки на месте Кипер. Молнородная команда в штрафной площади. Ох, как жестко, что там уже идуть в подкаст. Здесь Герман берет челлендж, судя по всему. Ну да, кстати. Да, да. Похоже, что сейчас армитер назначит пенальти. Нет. Сам, да он сам оставляет ноги. Играем, да. А еще повтор вот подсказывает нам. Ну давайте еще один. Сам ногу оставляет, сам ногой цепляется. Нет. Вот Юрий Апанасенко ушел. У меня другое мнение. Мне кажется, что это пенальти. Вайпом приятным вот тянет. Да. То есть ты в нем не замечаешь ничего плохого. Асаев это время с мячом. Перетача на правый фланг. Их неплохо может получиться здесь. И что-то удар делал. Это ведет ли Прокоп или нет. Удар слева. Удар слева. 1-1. Гол, 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 гол. Вот это удар. Сдуреть. Вот это гол. Классно подготовил. Долго, долго подрабатывал под левую ногу. И мощнейший удар. Смотри, что делает Левшук. Куни с народной командой. Вот это вообще запрещенный прием. Вот это вообще не надо делать. Вообще не надо. Давайте смотреть. Здесь точно не было положения вне игры. Дальше Прокоп готовит. Удар. И если вот считать оффсайд, нет. Да, да. Здесь Дмитрий Жилинский, который говорит, что да, да. Но тут никто не мешал. Никто не мешал. Никто не мешал вратарию увидеть, да. Чушь аплодирует. Слушай, я понял. Я видел тут что. Растет. Но это все равно еще в какой-то степени дети. Я думаю, что нужно и сейчас оценивать это правильно. Момент может получиться. Удар. 14 минут до окончания. И в ней кроме двух мячей моментов тоже нет. То есть вот эти два гола, которые случились за подачу Маврина. Вася очень высоко поднимает мяч. Он отскакивает. Удар, Алишер. Хорошо. Пересматривать эту трансляцию не называйте, пожалуйста, Маврина. До удара доведет или нет обводящий. Но в подкате, по-моему, чисто играет сейчас защитник Амкала. Но атака продолжается. И что, опять желтая. Ну все. По-моему, сейчас нужно тушить игру. Да. Тихо. Извиняй. Извиняй. Не надо, не надо говорить. Не надо. Слышь, Горис, не надо. Все нормально. Упрыгает, бля. Упрыгает с разбега. Даже если ты не попал. Даже если ты не попал, это желтая. Он прав. Разбегай стихи. Даже если не попал желтая. Это счастье, что ты не попал. Да. Да, все верно. Сегодня был... Гриня-два сыграл. Два раза так сыграл. И если первый раз Юрий Апанасенко не заметил этого, то сейчас совершенно очевидно, что фол нужно было зафиксировать. Причем, кстати, да, твой тезка, который исполнил хорошо штрафным и в «Смартаке», и в «Локомотиве». И сейчас... Ой, какой гол! Автогол! Это автогол! Невероятно! Невероятная развязка. Если, конечно, развязка, потому что играть еще довольно много времени. Но то, как это было исполнено, это один из самых курьезных мячей он обешивал. Поэтому он побежал праздновать. Вот подача. И Прокоп забивает свои ворота. В дубль. И это снова матч, в котором Прокоп забивает свои ворота, который мы с тобой комментируем. Совершенно верно. Он забил с центра поля. Забил с центра поля. Да! Вот это да! Шишкин подавал стронку, бежал радоваться. А может ли Шишкин на себя голливую записать сейчас? Я думаю, да. Я думаю, да, но, по-моему, у автоголов нет голливых передач. Такой исполнен рядышком. Он переступает через мяч. Левшук зажигает свечу. Очень неудобный пас. Алишер Рахимов с мячом у лицевой линии. Макар против него. Он раскачивает. И здорово проходит передача. Мяч отскакивает к Васе. Вася возвращает мяч в атаку, в штрафную площадь. Опасно. Пауза. И где партнеры? А вот и они. Ну и по периметру раскатывает этот удар. Но Владлен на месте. На своем правом фланге Гриня. Подача. Цепляется за мячом. Каловцы удар. И слово точно в руки. Красный. Красный. Да, да, да. Да, я напоминаю, что нужно, чтобы мяч был на половине поля той команды, которая хочет взять оранжевый мяч. За спиной проникающий пас только не получился. И НК за счет... Ой-ой-ой, красная. Красная. Шурыгин. Он говорит, что он сыграл мяч. Да, и сам арбитр говорит, да, да, и все. Мяч сыграл. Ну это пас. Спокойно. Что, блин, прикал? Какой нахуй мяч? Давай, сейчас кто сможет. Ты что, прикал? Спокойно. Какой мяч? Спокойно. Мне кажется, что это красная карта. Спокойно! Спокойно. Димон. Смотрелось, прямо скажем, жестковато. Да, шел вниз. Нога шла вниз. Все-таки не в открытую ногу. Ну и как будто бы мимо ноги исцелился именно Шурыгин. Или как? Красная. Как я и сказал, да. Красная карточка. Мяч не покидает поле. Дмитрий Кузькин принимает решение дать пас на Алишер Рахиму. Алишер теряет мяч или нет? Прострел пошел. И нужно просто выбивать. Это победа народной команды. 2-1! Вот это дебют. Вот это дебют. Дебютанты радуют в этом сезоне, в первом туре как минимум. Народ приветствует народную. Красиво, по краснобелому. Мы послушаем. Силыч, что это было сегодня? Матч. Обычный медиафутбольный получается. Почему проиграли его? А? Почему его проиграли? Потому что забили один, а соперник два. Ты как профик отвечаешь? Как профик. Ну брат, тут как бы очевидный такой матч, знаешь, кипятки бывают частенько. Ты вроде доминируешь, доминируешь, мяч не засасывается. А в ответ ты раз-раз на контроль наполучал. Ну как бы неплохо играли соперники. Ну в своем, типа так, стиле, так сказать, немножко от обороны, да, автобусом. Не очень зрелищно, но типа эффективно. Как бы ругаться на то, что это не зрелищно футбол, там, не шоу, как-то уже, наверное, смысла нету. Я думаю, все рассмирились с тем, что здесь играют футбики, но наиболее, футбольные шестерки. Вот, но по игре, мне кажется, претензий не так много. То есть именно по самоотдаче, по... Ну вели игру, просто не зубили своей. Ну, про то, конечно, нормально, но подрался. Два охуели все заделал. Реально, вот это, да, топ. Поэтому стабильность забивает транссезонный автогол. Вышел охеренный. Вот там и за это Европа. Слушай, сука, сейчас уже... Он здесь, мы с ней. Так, во-первых, хочется сказать всем большое спасибо, кто поддерживал на трансляциях, на трибунах, тем более в такую мерзкую погоду. Получилось, как получилось. Можно накидать дефолтов по поводу того, что, блядь, мы 12 ударов нанесли по нашим воротам. Один в створ и, блядь, два гола из них, один автогол. Нет смысла. Понятно, что кроме результата нас ничего в этой лиге не интересует. Будем двигаться дальше по комментам. Настрой вижу, слышу. По кинопоиску мы были не в курсе практически до последнего дня. Узнали за сутки до трансляции, что она будет эксклюзивна. Окей, для того, чтобы не портить никакие планы и отношения, естественно, мы никак не возникали. Ваш настрой я понял. Ну, опять же, там, за сутки что-то как-то мешать и так далее. Не стали, ваш настрой поняли. Не знали, что можно отказаться от таких историй. Поэтому завтра на конфе я буду просить, чтобы нас эксклюзивно на кинопоиск больше не ставят. Ну, а так что, мы уходим на монтаж. Видос выпустим чуть позже. Не, в середине недели. В целом, кто видел, не знаю, напишите, есть у вас какие-то претензии по самоотдаче к ребятам или нет. Ну, и, собственно, в видосе тоже посмотрите, если для тех, кто не видел. Голоса у меня нет, я его сорвал к чертям. Давайте, в общем, увидимся. Надо сейчас какое-то время паузу взять, чтобы не наговорить ничего лишнего. И, в целом, еще раз большое спасибо всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Ну, и особенно, опять же, тем, кто уходит на трибуны. Безумная любовь, безумная энергия. Спасибо вам большое. Сегодня болели как никогда.